Напряженность с коронавирусом в регионе одна из основных причин приезда федерального министра. Свое общение с журналистами Михаил Мурашко начал с тревожных цифр. В Рязанской области около 20 тысяч заболевших цифр растет с каждым днем. Проявляются так называемые семейные очаги, когда заболевают все по очереди. Нагрузка на медицину, по словам Мурашко, неимоверная. Некоторые оперативные решения были приняты им буквально с колес. Мы сегодня обсуждали ряд, во-первых, необходимых решений, быстрых. Во-первых, это высокая нагрузка на скорую помощь. И нам просто необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии. И со следующей недели мы нашли вариант решения, как это сделать, и на следующей неделе увеличим обязательно. Вам сколько лет? 59. Вы первый раз пришли? Да. А до этого почему они приходили? Ну, как вам объяснить? Работали, потом приболел чуть-чуть, а после болезни сказали, что как минимум от двух до четырех недель. Если острая инфекция, то лучше дождаться. Единый центр вакцинации – первая точка визиты федерального министра. Пункт иммунизации работает как часы инициативы губернатора Михаил Мурашко буквально восхищен. Это блестящая, великолепная идея, поскольку, во-первых, он находится вне медицинской организации, рисков для пациента значительно меньше. Там обеспечены все условия для безопасности, в том числе, включая проветривание режима, кварцевание воздуха, дополнительно работают волонтеры. Пациент отнимает время минимальное количество, поэтому пройти можно и без записи. Самих вакцин в области вроде как хватает, но на всякий случай в регион доставят дополнительную партию ампул «Спутник Лайт». Именно эта вакцина сейчас самая востребованная и практичная. Новые штаммы коронавируса серьезно ударили по юным организмам, как заявил Михаил Мурашко, испытание так называемой детской вакцины уже в завершающей стадии. Что же касается административных ограничений, никаких поблажек в ближайшее время не будет. Губернатор Дизанской области Николай Любимов объяснил почему. Если в крупных торговых центрах больше соблюдают те ограничения, масочный режим соблюдают и так далее, то в небольших магазинчиках зачастую этого нет. Кроме того, на транспорте, в других местах, где большое количество людей тоже не всегда соблюдается этот режим. Мы в любом случае должны будем всем объяснить, что это крайняя необходимость, это не блаш. Первое. Второе. То, что нам необходимо сейчас сделать, это людей еще больше подтолкнуть к тому, чтобы они пришли, сделали прививки. И те ограничения, которые сейчас существуют в плане пропуска и допуска людей по QR-кодам, к этому так или иначе косвенно или прямо людей тоже подталкивают. Все развлекательные заведения, которые сейчас закрыты, пока что остаются на каникулах. Ресторанам и кафе график работы снизят еще на два часа, а теперь работать они будут до 21. А власти сосредоточат усилия на оперативности медицинской помощи, чего бы это ни касалось. Записи к врачу или элементарного ответа на вопросы. Максим Васильев, телекомпания «Город».